Сегодня новосибирские школьники сдавали пробный ЕГЭ по русскому языку. Причем процедура проведения изменилась. Новые правила позволят сэкономить бюджетные деньги, а узнать заранее экзаменационные задания, взломав систему, станет практически невозможно, утверждают специалисты. Подробнее Елена Мершниченко. До пробного ЕГЭ по русскому языку чуть больше получаса. В коридоре уже томятся старшеклассники. Пусть это и репетиция экзамена, волнуются все. Сегодня станет ясно, насколько хорошо готовились весь год. Мы в течение 10-11 класса нарешивали тесты, писали сочинения, сдавали полные пробные экзамены. И я считаю, что я смогу достойно сдать экзамен. Пока будущие выпускники занимают места, педагог достает из шкафа сейф-пакет. Вместо кипы бланков – компакт-диски. Раньше, чтобы получить экзаменационные материалы, членам комиссии приходилось с рассветом в день экзамена ехать за ними в управление спецсвязи и успеть к 8 утра привезти их в школы. Теперь задания в электронном виде. Развозят по пунктам сдачи ЕГЭ заранее и уже там распечатывают при учениках. В отличие от бумажной технологии, когда в соответствии с порядком проведения итоговой аттестации они должны доставляться в день проведения экзамена и получаться на складе в день проведения экзамена, то диски мы можем выдать в пункты проведения экзамена одной большой поставкой, что сократит и транспортные расходы, и усилит информационную безопасность для самих участников. Эксперты считают, взломать систему практически невозможно. Диски зашифрованы. Ключ доступа присылают за полчаса до экзамена. И чтобы распечатать бланки, тоже нужен пароль, который есть только у членов экзаменационной комиссии. Технология, которая сегодня опробируется, она не новая. Она применяется с 2014 года и применялась вначале в тех территориях, которые труднодоступны, отдалённые территории, куда сложно доставлять своевременно в установленное время, например, контрольно-измерительные материалы и так далее. Затем эта технология распространялась и по другим субъектам. Теперь повсеместно и в городских школах. Причём на местах печатают не только задания, но и бланки регистрации. На такой формат работы переходят в этом году все пункты сдачи в регионе. Елена Мирошниченко, Алексей Погодин. Новости ОТС. Новости ОТС.